Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео для библейского портала экзегет.ру И сейчас мы продолжим разговор о Евангелии от Иоанна и обратимся к 16 главе. 16 глава содержит в себе часть прощальной беседы Господа Иисуса с учениками. И, как я не раз говорил в этих видео, разбиение на главы довольно позднее и не так, чтобы очевидное. Поэтому, на самом деле, между предыдущими фразами Господа Иисуса и тем, что попадает в 16 главу, никакого разрыва на самом деле нет. Поэтому я напомню, что 15 глава заканчивается словами Христа об утешителе Духи Истины, которого Господь пошлет нам от Отца и который будет свидетельствовать об Иисусе. Он будет свидетельствовать о мне. И вот дальше, буквально в следующей фразе, Господь говорит своим ученикам, «Я говорю вам это, чтобы вы не соблазнились». «Чтобы вы не соблазнились». Таким образом, Господь продолжает разговор о Духе Утешителя, о том, что вот это дарование Духа, которое засвидетельствует о Христе, прямо в сердцах Его учеников. Это происходит для того, чтобы они могли устоять в вере. Хочу обратить ваше внимание на то, что, знаете ли, если бы не было у учеников или у любых других людей никаких сомнений, соблазнов, о чем говорит, собственно, Господь, то и ни о чем было бы говорить, не было бы никакой особенной нужды в этом пришествии Духа Утешителя. Таким образом, слова Христа, «Я говорю вам это, чтобы вы не соблазнились», подразумевают тот факт, что, как он сам тоже говорит, в другом месте невозможно не прийти соблазном, невозможно не быть сомнением. И, собственно, помощь Божья заключается не в том, чтобы мы были избавлены от сомнений или каких-то трудных интеллектуальных или духовных задач, а в том, чтобы мы его силой, силой Духа Утешителя могли с этим справиться. Это довольно важно, потому что христиане иногда удивляются или там виноватят себя в том, что вот там у нас какие-то соблазны, смущения и сомнения. Нет, это нормально. Наша задача принять это свидетельство Духа Святого. Далее Господь говорит об враждебности мира к его ученикам, потому что буквально несколькими строками выше он говорил, что как меня мир возненавидел, так и вас возненавидит. Он говорит о том, что если его ученики идут его путем в этом мире и свидетельствуют о том Царстве Отца Небесного, о котором свидетельствует Иисус, таким образом отношение к Господу Иисусу почти автоматически, неизбежно падает и на его учеников. И вот поэтому Господь говорит, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Но кроме того, что это предупреждение ученикам, опять-таки, чтобы они не соблазнились, это еще реальность, над которой, конечно, всем людям, читающим Новый Завет, надо задумываться. Потому что, смотрите, Иисус говорит о том, что бывают времена, когда люди, убивая других, думают, что они тем служат Богу. И само построение фразы Иисуса свидетельствует о том, что это иллюзия, это обман или самообман, потому что таким путем невозможно служить Богу. Не может убиение других людей из-за убеждений, из-за взглядов быть служением Богу, по крайней мере настоящему Богу, тому Богу, о котором свидетельствует Иисус. И, в общем, нам это необходимо помнить, потому что, к сожалению, в нашей истории бывали и изредка и сейчас бывают ситуации, когда мы тоже, уничтожая, ну, может быть, не физически убивая, но уничтожая, стирая из истории людей, или тоже думаем, что так можно послужить Богу. Бог не бывает, поругаем, и не очень нуждаются в нашей защите каких-то там оскорбленных чувств. Поэтому вот давайте эти слова Христа все-таки помнить. Очевидно совершенно, что он считает, что убивающий не может служить Богу никаким Богом. Вот, теперь, дальше продолжая говорить к ученикам, Христос обращается к их собственным переживаниям и говорит, вот я иду к пославшему меня, и вы ни о чем меня не спрашиваете, но ваше сердце наполняется печалью. Ну, в каком-то смысле неудивительно. В самом начале Евангелия евангелист Иоанн пишет о том, что у Христу не было нужды, чтобы кто ему рассказывал о человеке, потому что он сам видит. И вот он видит эту печаль в сердцах своих учеников и не оставляет ее без внимания. Мне кажется, тоже это очень важно увидеть, понять, потому что часто мы трусим предъявить Богу те переживания, которые есть в нашем сердце, и не только там сомнения, но и страхи, и тревоги, и печаль. Но Господь это все видит, и ему это далеко не безразлично. И вот поэтому Господь говорит им, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что тогда придет утешитель. Он говорит это в отрицательной форме, если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И это, мне кажется, важный очень ответ Христа на печали учеников. Мы видим, что он, во-первых, их замечает, и, во-вторых, совершает нечто, дарование духу утешителя, для того, чтобы действительно эта печаль притворилась в нечто иное. Но кроме этого, Господь говорит об утешителе еще некоторые очень важные вещи. Здесь в 8, 9 и 10 стихах. Он говорит о том, что придя к нам, придя в человеческие сердца и наполнив человеческие умы, дух утешитель обличит мир о грехе, о правде и о суде. И Господь расшифровывает, что, собственно, имеется в виду. Поэтому необходимо для нас посмотреть, что он называет грехом, что он называет правдой и что он называет судом. Тоже, чтобы не путаться, потому что очень часто в нашей практике мы называем грехом правды и судом совершенно другие вещи, не то, о чем говорит Иисус. Итак, вот смотрите, Христос говорит, утешитель обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. Ничто другое, а именно недоверие Иисусу, недоверие тому, что во Христе Отец Небесный ищет спасение миру. Вот недоверие любви Божьей на самом деле и жертвы, которую Бог приносит ради жизни мира, вот это недоверие и есть грех, то, что отвращает нас от Бога, отсутствие какого-то такого, знаете, что психологи называют базисным доверием к Богу. Вот это грех, вот это порождают все остальные человеческие ошибки, заблуждения, провинности, прегрешения и все прочие частности. И мне кажется, очень важно смотреть в свое сердце, чтобы ответить хотя бы себе на вопрос, доверяю ли я тому, что во Иисусе Бог пришел спасти этот мир и меня в том числе? Доверяю ли я тому, что Христос умирает на кресте за каждого из людей или нет? И вот, собственно, это и есть тот грех, который мы, я думаю, призваны исправлять, менять что-то в себе силою Духа Утешителя. Дальше Господь говорит о правде. И здесь есть тоже, конечно, место для разных противоречивых толкований и пониманий, потому что чаще мы под словом «правда» понимаем те или иные утверждения о мире и о Боге в той или иной степени бездоказательные, в той или иной степени догматизированные, ну или наоборот считаем, что это способ, путь какой-то человеческой жизни. А Христос говорит, правда, правда заключается в том, что я иду к Отцу Моему, в том, что на самом деле это способ немножко иначе сказать то, что он говорил парой глав выше, «я и Отец одно». Правда заключается в том, что, как выражается Священное Писание, как выражается Павел, во Христе вся полнота Божества телесно. Вот что значит «я и Отец одно». И таким образом, когда Господь говорит о правде, она отличается от неправды вот ровно в этом пункте, в том, что мир и человек созданы Богом для того, чтобы возможно было это соединение во Христе Иисусе. Вот, собственно, правда нашей жизни заключается, может быть, в том, что через Иисуса мы непосредственным образом усыновляемся Отцу Небесному. Правда, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня. И, наконец, последнее. Здесь, в 10 стихе, в 11 уже, Христос говорит о том, что Дух Утешитель обличит мир о суде, что князь мира сего осужден. Тоже, читая Священное Писание, как Нового, так и тем более Ветхого Завета, мы, видя слово «суд», сразу представляем себе разные фольклорные, не имеющие отношения к вере, картинки. Ну, и не стоит о них и говорить. Суд, говорит Господь, в том, что князь мира сего осужден. Он говорит о победе Бога над злом, над смертью, над сатаной. Он говорит о победе, которая уже совершается в его сердце. Вот это очень важно, одно из центральных мест в 16 главе. И дальше, продолжая этот разговор, Христос говорит ученикам, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Ну, и это действительно правда, потому что сколько мы можем вместить, помимо прочего, еще очень зависит от нашего человеческого, личностного возрастания, от того, что апостол Павел называет мерой полного возраста Христова. И Господь обещает своим ученикам, когда придет Дух истины, Он наставит вас на всякую истину. И это тоже потрясающая вещь, понимаете, как через пророка Иеремию, Бог в 31 главе Иеремии говорит о Новом Завете, который вот в этот момент заключается, Он говорит о Новом Завете, что уже не будут учить друг друга и брат брата и говорить, познайте Господа. Кстати, между прочим, это тоже несколько обличает нашу жизнь, потому что мы с наслаждением занимаемся поучениями друг друга. Так вот, Отец Небесный обещает, уже не будут учить друг друга и брат брата и говорить, познайте Господа, потому что все сами будут знать Меня, потому что все сами будут знать Меня, ибо Я прощу беззаконие их и грехов, их уже не воспомину более. И вот, собственно, Господь Иисус в этом месте, в 13 стихе 16 главы, говорит о Духе, который наставит на всякую истину, который дарует ученикам Христа вот эту возможность, самим знать Бога и уже не учить друг друга. И это, как обещал Господь, происходит через прощение грехов. Сама возможность знать Бога, сама возможность знать истину, быть наставленными на истину, это потрясающий подарок. Евангелист Иоанн обращает на это часто внимание, потому что у него часто мы находим противопоставление хождение в свете с Иисусом или хождение во тьме. Вот эта возможность видеть свет, возможность, которую дает Дух Святой, это на самом деле то, чем нам, мне кажется, нужно очень дорожить и быть за это очень благодарными. Ну и, конечно, быть благодарными за такую возможность означает использовать ее. И Господь продолжает, говоря, что Дух Истины, Дух Утешитель прославит меня. Хочу напомнить, что в данном случае слово «прославить», слово «слава» означает переживаемое, почти осязаемое, присутствие и действие Бога. И вот Христос говорит о том, что Дух Божий в сердцах учеников действуя, наставляя их на всякую истину, принесет в их жизнь, в их личность, в их дух вот эту славу Христа, присутствие Христа, его действия, его свет. И дальше Господь говорит о том, что, ну, пожалуй, я бы сказал, что это некоторая глубокая тайна. Он говорит о том, что Дух Истины прославит его, а потому что от его, от моего возьмет, возвестит вам все, что имеет Отец, мое. Поэтому я сказал, что от моего возьмет. Ну, надо полагать, евангелист Иоанн, когда записывал эти слова, в какой-то степени понимал, о чем говорит Господь Иисус. Нам, читателям, во все времена важно очень помнить, что мы тоже до какой-то степени можем понять. Но за этим скрывается некоторая тайна Божья, которая с большим трудом может вместиться в наши дискурсивные определения, в наши попытки рационально все выстроить. На самом деле, конечно, Бог парадоксален. И к таким вещам, к таким словам, которые скорее обозначают тайну, чем разъясняют ее, следует, мне кажется, относиться с большим трепетом, с большим благоговением. И вот дальше мы видим с вами с 16 стиха, как снова Господь говорит своим ученикам о том, что вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. И евангелист рассказывает о том, что все они в этот момент недоумевали, потому что для них, ну, действительно, это было, видимо, почти невозможно понять. И пытались спросить Иисуса, и, конечно, Господь видел даже невысказанный вопрос в их глазах, и поэтому он что-то, по крайней мере, пытается им сказать так, чтобы они могли понять. Он говорит, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Помимо всего прочего, для нас важно согласиться вот так не совпадать с окружающим миром, который действительно бывает обычно очень доволен, когда скинет себя ответственность перед Богом. Вы печальны будете, а мир возрадуется. Очень часто, знаете, человеческая наша природа, строго говоря, то, что называется стадным инстинктом, побуждает нас присоединиться к окружающим и быть как все. Но Христос предупреждает своих учеников, что это не тот путь, к которому они призваны. И, наконец, поразительное совершенно откровение он им дает. «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце вашей, радости вашей никто не отнимет у вас». Собственно, к этому нечего добавить. Важно только действительно питаться, насыщаться этой радостью. «Радости вашей никто не отнимет у вас». И поэтому надо, мне кажется, помнить людям, которые читают этот текст, что поручение Бога, доверие к Иисусу и, соответственно, радость о том, что мы его видим, и он видит нас. И, наконец, еще дальше Господь предлагает ученикам некоторую новую, слегка отличающуюся от того, что было в 15 главе, возможность думать об усыновлении отцу, о том, что, становясь друзьями, учениками, братьями Иисуса, мы действительно усыновляемся отцу. И вот Христос говорит ученикам, «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога». Помните, чуть выше мы говорили о том, что грек заключается в том, что не веруют в Меня, как говорит Иисус. Вот здесь Он объясняет, наверное, что это значит веровать. «Вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога». Ну и, конечно, еще тоже по правилам языка того времени следует понимать, что, как это часто очень бывает в Библии, вот эти два выражения «возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога». Это не две последовательно следующие одна за другой вещи, но два способа с чуть разных точек зрения посмотреть на одно и то же. Любить Иисуса и верить, что Он действительно исшел от Бога, что Он имеет слова жизни вечной, это, в общем, одно и то же к Нему отношение, которое чуть по-разному описывается. Ну и, может быть, самое главное, что Иисус говорит Своим ученикам о том, что когда они любят Его, когда они доверяют Богу в Нем, Богу в Иисусе, это, собственно, делают их причастниками любви Отца Небесного к ним. И, наконец, дальше, в конце 16-й главы, евангелист Иоанн говорит о том, что в какой-то момент под конец этой беседы ученики поняли, о чем говорит Иисус, или подумали, что они поняли, и сказали, ну вот, теперь ты говоришь прямо, и теперь мы видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, веруем, что ты от Бога исшел. И, казалось бы, все сложилось, все получилось, они исповедуют свою веру, но Господь говорит о том, что жизнь не так проста, и слова это еще, к сожалению, часто бывает далеко, не все. Вот наступает час, говорит Господь, когда вы рассеетесь каждый в свою сторону, и оставите меня одного. И Он говорит о том, что все равно я не один, но Отец со мною. И последний, 33 стих 16 главы, совершенно потрясающая фраза. Господь говорит ученикам, предупредив их о том, что вот вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и это время уже настало, но я вам это говорю не для того, чтобы вы заранее там устыдились или как-то пропали от безнадежности. Господь говорит, я сказал вам об этом, чтобы вы имели во мне мир. Вот в сердце Иисуса, когда Он умирает, из-за каждого из нас, из-за нас. Мир, который Он хочет нам дать, это совершенно невозможное, непостижимое для человека, но очень важная вещь, на которую действительно можно опереться. На то, что наши отношения с Богом очень трагичны и в конце концов приводят к тому, что Иисус умирает за нас, но мы имеем в нем мир и можем поэтому опираться на этот мир в сердце Христовом и менять свою жизнь. И в заключении Господь говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, я победил мир, говорит Христос. И все, что мы здесь с вами видели о грехе, о правде, о суде, что князь мира из всего осужден, вот это сосредоточено в этой короткой фразе. Христос предлагает своим ученикам поверить в то, что его победа над миром, над злом, над смертью, над распадом и хаосом уже совершается в его сердце и положится на этот факт. Субтитры